всем привет это я ева эльфи мы так давно не виделись всем привет сегодня я хочу поговорить на одну из самых важных и актуальных тем это позы для оргазма это очень важно я вам покажу топ-поз и расскажу вам какая моя любимая и давайте поговорим о том же что такое женский оргазм так что же такое оргазм оргазм это сокращение мышц клитор это основная часть для получения оргазма у женщин и мы можем достигнуть оргазм несколькими способами например у клитора есть головка и ножки если мы будем стимулировать только голов как при обычной мастурбации например вибраторами или рукой мы получим такой вот простой оргазм клитора но можно получить оргазм еще во время секса когда мы стимулируем половым членом те самые ножки клитора когда член входит влагалище и выходит стимулируются ножки и это тоже оргазм тоже он клиторальный но почему-то часто называют вагинальный но по сути это один и тот же оргазм просто достигнут разными способами ну конечно нужно не забывать что существуют еще факторы которые влияют на получение женского оргазма например менструальный цикл взаимоотношения с партнером прием таблеток либо просто эмоциональное состояние на сегодняшний день и сегодня я хочу остановиться именно на физическом воздействии и у меня есть помощник он к сожалению не может сам прийти так что мне нужно ему помочь мы будем показывать позы а как мило что ты пришел уже в моей готовности но я думаю что тебя придется приодеть дорогой иначе это может не понравится нашим зрителям все мой партнер готов для съемок мы его стильно приодели сейчас вам не показывать позы первая поза в которой женщина может достигнуть оргазма это доги стайл и это одна из моих любимых поз в ней я часто достигаю оргазма и есть вариации позы можно держать спину прямо если мы чуть прогнемся то угол уже станет другой а если мы сделаем вот так и поставим ноги шире то тоже будет сильное воздействие на заднюю стенку влагалища что мне нравится я обычно стоит так но я люблю еще знаете ноги немного взять вместе а парень чтобы ноги сделал шире наоборот вот примерно в такой позиции эта поза хорошо подходит для девушек которые любят чтобы над ними доминировали потому что девушка немного здесь в таком положении обездвиженном чуть-чуть парень делаю делает все основные действия и я люблю эту позу тем что половой член может входить очень глубоко и быстро тем самым я достигаю оргазма помните о том что говорила что самое важное это клип и в этой позе как раз мы воздействуем на ножки клитора тем самым когда парень делает движение и как можно еще стимулировать головку клитора можно выключить свою руку девушка может подключить либо парень может подключить даже можно использовать и игрушки а еще бывает такая особенная анатомия что когда парень двигается его машон бьет об ваш головку клитора и это тоже приятное ощущение многие девушки за счет этого достигают оргазма в этой позе но девушки если вам кажется что-то поза не слишком активная для вас то вы ошибаетесь потому что можно например делать движение таза можно описывать восьмерочки либо делать вверх вниз например я люблю даже немного вот так вот подпрыгивать самой это тоже прикольное ощущение рекомендую поэкспериментировать в этой позе следующая поза это наездница и это одна из моих любимых поз для получения оргазма в этой позе очень здорово что девушка сама может контролировать проникновение может сама потихоньку садиться на половой член и тем самым есть контроль что ты контролируешь ситуацию я например люблю немного вырукатиться на партнера тем самым дать ему возможность двигать тазом и немного расслабиться в этой позе и отдаст ощущение именно когда вот так вот я делаю я получаю очень яркий оргазм так тем самым стимулируется ножки клитора и еще конечно же и головка клитора стимулируется тем что партнер бьет своим лобком об мой лобок это очень приятно такая поза можно поэкспериментировать сделать например еще обратно наездница тем самым будет отличный вид для вашего партнера и также новое ощущение для вас так как получение будет много тереться другую сторону влагалища это отличная поза а это поза еще хороша тем что в ней можно наслаждаться процессом и играть в компьютерные игры например но если у вас такой же старенький компьютер но вы хотите наслаждаться новинками то вам подойдет сервис облачного гейминга my games cloud где вы можете играть в классные новые игры 4k и 120 fps чтобы воспользоваться сервисом достаточно лишь хорошего интернет-соединения тебе не нужно дожидаться обновлений загрузки патчей и вообще экономить место на диске тебе достаточно залогиниться в своем аккаунте в любимом интернет-магазине и просто начать играть хочешь играть на мобильном телефоне тоже никаких проблем my games cloud обладает android приложением с поддержкой виртуального геймпада поэтому все любимые игры доступны у тебя на телефоне главное иметь интернет-подключение а так как я постоянно путешествую не могу же я с собой отыскать свой компьютер у меня есть только ноутбук телефон и я уверена что my games cloud позволит мне играть в мои любимые игры в любом месте поэтому специально для вас я оставлю ссылочку в описании следующая поза это спун и поза хороша тем что у нее есть несколько вариаций можно например поднимать ногу можно делать так это будет чуть похоже на долги стайл и приятно это тем что вы можете также стимулировать свой клитор самостоятельно используя руку или используя игрушки но если вы сделать вот так то даже партнер может стимулировать ваш клитор и это такое очень двойное приятное ощущение я люблю эту позу за эту возможность и можно тем самым целоваться с партнером если немного выгнуться это тоже возможно и это тройное удовольствие понимаете пишу что вы знаете о чем плюс это поза хороша же тем что партнер может не глубоко вставлять свой половой член и многим девушкам приятно когда стимуляция проходит не сильно глубоко тем самым как раз стимулируют эти вот ножки клитора то есть по чуть-чуть небольшими движениями можно и ускоряться можно делать это и медленно, кто как любит. Я считаю, эта поза вообще очень хороша для людей с близкими взаимоотношениями, для пар, например, потому что партнер может целовать вас в шею либо шептать им что-то на ушко, но у моего партнера, к сожалению, нет головы, но тем не менее, что партнер может трогать вас за грудь, трогать за ноги, то есть больше тактильных ощущений в этой позе как раз доступно, и мне нравится эта поза. Следующая поза под названием мачта, это когда девушка закидывает свои ноги на плечи партнеры, тем самым можно регулировать вхождение во влагалище, но мне нравится эта поза еще, когда девушка может немного раскинуть ноги или, например, свести ноги вместе и немного отвести их в сторону, а партнер чуть-чуть наклонится на вас, тем самым по его члену будет ходить глубже и может также стимулировать переднюю и заднюю точку G. Стимулирует переднюю и заднюю стенку влагалища. Но, смотрите, есть такая фишка, если партнер чуть-чуть наклонится в бок, то можно вообще стимулировать боковую стенку влагалища, и знаю, что мужчинам очень нравится, когда девушке делают так, потому что ваша влагалища становится чуть-чуть уже и как бы партнер чувствует немного такое сжатие члена. И тем самым вы также можете стимулировать свой клитор. По-моему, это прекрасно. Миссионерская поза. Эта поза тоже хорошо подходит для получения оргазма для многих девушек, потому что половой член трется о переднюю стенку, тем самым стимулируя точку G. Многие в нее не верят, но я все-таки думаю, что она существует. Я люблю эту позу за то, что половой член может глубоко входить в влагалище, тем самым немного бить о матку, и мне нравятся ощущения, я получаю оргазм от такого глубокого проникновения, и лобком мужчина бьется об ваш клитор, как самую головку, так и о ножке клитора. Еще эта поза хороша тем, что вы можете трогать партнера. Многим мужчинам нравится, когда женщины оставляют следы от ногтей, и это тоже немного заводит. Можно целовать друг друга в шею, целоваться, шептать друг другу какие-нибудь грязные вещички. Еще можно, кстати, немного изменить эту позу, если парень немного привстанет, лобцят, а вы... Сейчас будет эксперимент. Мой партнер сломался, help! Хочу вам еще показать одну позу, которой мне легко достичь оргазма, но, к сожалению, мой партнер не может присутствовать на съемке, у него не способность сгибаться. Это когда партнер сидит на стуле, либо на кровати, опершится примерно вот так, а девушка тем самым садится на половой член, и сама может регулировать своим тазом, насколько глубоко будет он входить в девушку, вот, в меня, грубо говоря. И я могу сама задавать темп, и тем самым я контролирую ситуацию, и я получаю оргазм от этого. Мне нравятся ощущения, когда ты сам делаешь, как тебе нравится, как тебе хочется, а партнер тем самым лежит и отдыхает. Но может, кстати, помогать тебе немного тазом делать вот так. Сегодня я вам показала топ-пост, в которых женщины могут достичь оргазм, и поделилась своим опытом, что нравится мне. Поэтому не забывайте, пожалуйста, говорить со своим партнером и узнавать, что ему нравится, а что ему не нравится, потому что только так вы сможете достигнуть того самого результата оргазма, если будете понимать своего партнера. А с вами была я, Евэльфи. Всем пока-пока, и не забывайте про MyGamesCloud, ссылочку вы найдете в описании.